Думские фракции Владимир Путин отметил, в будущем Россия может перейти к прямым выборам сенаторов. Правда, для этого, возможно, придется внести изменения в Конституцию. Знаю, что многие из вас, собственно говоря, да и я тоже, я считаю, что в конечном деле когда-то мы должны будем перейти к прямым выборам сенаторов. Но надо посмотреть на Конституцию. В Конституции написано, что члены Верхней Палаты представляют законодательную и исполнительную власть субъекта Федерации. Представляют. Поэтому нам тогда нужно подумать об изменении основного закона. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин выступил с инициативой включать депутатов в подготовку госпрограмм. Президент ответил, что прямое участие парламентариев в этом вопросе представляется сложным. Ведь в одном только правительстве постоянно идут споры по поводу того, какая из программ важнее. А если еще и 400 депутатов начнут принимать участие в выработке конкретных исполнительных поручений, это будет очень тяжелый процесс. Я согласен, что это будет полезно так же, как нулевое чтение любого закона. Надо нам с вами найти такую форму, чтобы правительство знало мнение парламента. Чтобы все-таки основная ответственность за формулирование программ лежала все-таки на правительстве. Кроме того, президент призвал парламентариев адекватно оценивать существующие возможности и избегать популистских идей. Он сослался, например, Европы, отметив, если страна начинает жить в долг, то в итоге экономика, а значит и социальная сфера, заходит в тупик. Некоторые страны Евросоюза, оказавшиеся в сложном положении, еще и могут рассчитывать на какую-то поддержку извне. Минимально рассчитываясь за это своим суверенитетом. С Россией это не пройдет. Россия полностью тогда утратит свою суверенитет. А она в таком виде существовать не может. За каждым вашим решением огромная ответственность перед страной и перед людьми. И поэтому я вас прошу быть всегда реалистичными. Владимир Путин сообщил партийным лидерам, что выступит с посланием к Федеральному собранию в середине декабря. До сегодняшнего дня по поводу этого важного политического события комментариев непосредственно от первого лица не было. Роман Ашмухаметов, Дарья Пинчук, Владимир Тихонов, Пятый канал. Час рекламы. Смотрите второе счастье нашего выпуска.